Значит, у нас сегодня план в громадье, я хочу успеть все, поэтому давайте мы, давайте мы, значит, продолжим. Сейчас, 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 вот, 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 вот он. Окей, то я, значит, смотрите, я пропускаю тогда вот этот кусок про git, этот кусок напоминает вам, что без использования внешнего репозитория работать с git, это сначала вы его инициализируете, потом вы что-то фигачите, потом добавляете все, что нужно в репозиторий, потом коммитите, коммит-месседж вы оформляете как хотите. Здесь я написал еще использование DE в том смысле, что всякие эклипсы, нетбинсы и прочие пучармы умеют внутри себя поддерживать git и сотворять вот эту гитовую магию, но с точки зрения девопса, который сидит прямо в пучарме, это, в общем, отвратительная магия, смысл, который он не понимает. Вот, мы с вами работаем непосредственно с git, и даже когда вы встретитесь со всякими магическими штуками типа встроенного git в тот же pcharm, вы будете знать, что происходит на самом деле, потому что иногда без этого знания очень трудно, вот, приходится воспроизводить какие-то заклинания, не понимая, что они делают. Вот, значит, коммит, и идем на пункт первый и так дальше. Про дисциплину оформления коммитов мы уже говорили, вот, значит, что внутри? Тут есть одна очень симпатичная девочка, которая сделала интересное видео про то, что внутри у git, а на этом видео ее не видно, поэтому показывать не буду. Значит, но видео есть у нее на сайте, она не одно такое видео сделала. Давайте лучше сами, сами что-нибудь поделаем, это довольно смешно. Значит, вот мы создаем какой-то, какой-то пустой проект, вот, говорим в нем git и нит. Значит, когда мы говорим git и нит, мы создаем достаточно большое дерево каталогов, которые являются, собственно, нашим репозиторием. Напоминаю, что у гита весь репозиторий лежит у вас в файловой системе, в локальной копии, вообще весь. То есть можно сделать не весь, но это такое, ну, как хранить беспокойника, в общем, обычно весь. Вот, то есть вся вот эта структура каталогов, это как раз то, что нам git предлагает в качестве репозиторий по умолчанию. Наши объекты, как я уже говорил, будут лежать вот здесь вот в каталоге objects, только там ничего нет пока. Давайте создадим первый объект. Даже давайте его сделаем ради интереса английским, да? Что? Нет, конечно, во-первых, ну, кириллица это вот такая. Ну, то есть у нас YenUS, а, это ноутбук для английских этих самых лекций, поэтому там локаль английская, зря я старался. C это локаль, которая по умолчанию вообще, то есть, как бы, вот вы пишете на языке программирования C, и это она, да? То есть она даже не английская, она вот такая вот дефолтная. Вот. Но у нас локаль, как видите, по умолчанию здесь не русская, так что никаких проблем не будет. Окей. Вот у нас есть какой-то файл, что мы делаем согласно вот этому алгоритму. Мы говорим git add. Вот git commit. А, нет, еще не git commit. Что изменилось с тех пор, как мы сказали git add? Давайте повторим команду find. Обратите внимание, завелся какой-то объект. Капитальная очевидность подсказывает нам, что после того, как мы добавили git объект в репозиторий, в репозитории должен появиться новый объект. Это он. Что там внутри лежит, мы посмотрим чуть позже. Теперь мы говорим git commit. Минус m, ну и commit message какой-нибудь. Initial initial commit. Commit. Вот так. О, обратите внимание на то, что после того, как мы закоммитили объект в репозиторий, в нем появилось еще два новых объекта. Еще два. Один из них, со всей очевидностью, это наш файл, вот он. Вот он, который 1а начинается. Остальные фиг его знают, что это такое. Сейчас мы разберемся, с чем что это такое. Вот. Значит, три вида объектов хранятся в git репозитории. Может быть больше, но нас интересует пока три. Может быть и нет, кстати. Это так называемый blob. Блоб это собственный исходный код. Ну или вернее так, все файлы, которые вы в гите храните, они называются блобами. Когда-то давным-давно там еще был еще тип файла текстовый, то есть там прям лежал текстовый объект. Это то, что я пытался показать вам в прошлый раз. Но в какой-то момент решили унифицировать этот формат, и современные git репозитории, в них лежат только блобы. Вот. Значит, блоб это, собственно, хранимый объект. Commit. Это тоже такой объект git репозитории. Вот. Кто из них, кто мы сейчас увидим. И это, собственно, наш commit-месседж, сопровождаемый всякой мета-информацией относительно commit-месседжа, который должен ссылаться на какое-то состояние нашего репозитория, всех файлов нашего репозитория, на тот момент времени, когда происходил commit. У нас же история разработки выглядит как? Мы взяли, поменяли что-то, закоммитили это. Это может быть изменение в один файл, это может быть изменение в несколько файлов. Один commit не обязательно строго один файл. Мы помним одно изменение один commit. Например, если вы что-то пофиксили в козе, то, возможно, вы пофиксили не только там в библиотеке, но и в вызове этой библиотеки или еще где-то. Вот. И этот один commit приводит к изменению нашего репозитория из старого состояния в новое. Значит, у нас должна еще быть такая сущность, которая отражает не только состояние каждого объекта, а никакого состояния объекта нет. Гид хранит просто все объекты, которые когда-либо участвовали в истории разработки. Просто все. Так вот, нам нужна такая сущность, которая не только отражает, не столько отражает историю развития объекта, сколько отражает историю модификации всего набора файлов в вашей рабочей копии. Потому что не из всякого набора всевозможных объектов, которые когда-то были в вашем гид-репозитории, можно составить рабочую копию каталога, с которой что-то получится. А только из набора соответствующего там вот по времени. Вот. И вот этот срез репозитория, соответствующий какому-то состоянию рабочей копии файла, называется дерево. Три. То есть это, собственно, файловое дерево объектов в их актуальном на какой-то момент состоянии, на тот момент, когда совершался commit. И вот этот третий объект, это и есть дерево. Теперь относительно того, как это все подампить. Есть два способа. В случае Linux вы можете воспользоваться любой приложенькой, которая умеет просто распаковывать файлы, запакованные обычным злибом. Ну, например, ну не знаю. У нас есть OpenSSL? У нас есть OpenSSL. Отлично. OpenSSL, ZLIP, минус D. И какой у нас был самый первый объект, который точно файл? И один А. Да? Вот этот. Вот мы сейчас посмотрим на его содержимое. Вот он. Это и есть наш файл календарь. Вот он. Обратите внимание, что он от файла календаря отличается тем, что у него в начале стоит слово blob168. И видим какие-то байтики, которые мы не увидели. Давайте мы посмотрим хиксдампом. Вот видите, поначалу написано, что это blob, что у него размер 168 чего-то, по всей видимости, байтов. Дальше у него стоит нолик. Это означает, что заголовок закончился. А дальше у нас текстовый объект, он же blob. Прямо один в один в чистом виде. Но поскольку мы с вами тут пишем на питоне, давайте напишем программку на питоне. Я ее уже написал. Она очень простая. Вот она. Которая будет что делать? Она будет ходить по всем файловым объектам нашего с помощью прекрасной-прекрасной функции os.vog. Всем людям, которые пишут на питоне что-то работающее с деревом файл-системы, ее рекомендую. Так вот, она будет ходить по всем файлам, всем под каталогам нашего каталога objects. И для всех файлов запускать вот этот злип-декомпресс. А это просто подсказочка, которая будет печататься. Давайте мы это скопипастим. Я надеюсь, тут ничего сложного нет. Нет, вот это тоже надо скопипастить. Вот так. git-dump.py Значит, еще раз. Что мы делаем? Мы открываем файл соответствующий. Берем его, читаем из него. Декомпрессим его с помощью злиба. И вот эту всю получившуюся ерунду печатаем на экран. А обратите внимание, что я его открываю как binary, поэтому мы не увидим такого красивого, которое нам выводило OpenSSL, которое просто выводило все байтики на экран. Python, когда вы принтаете на экран этого самого байта Ray, он, ну, сейчас вы увидите, что он делает. Ну вот, вот это больше похоже на то, что обычно бывает, да. Вот это наш, вот это наш файл, видите, blob 168, нулевой байт и дальше содержимое файла, в котором backslash n превращены в backslash n. Ну, как это и полагается, когда вы печатаете байт Ray на экран, да, у которого есть непечатные символы. Вот. Соответственно, вот этот объект, который 28, 73, бла-бла-бла, это, догадайтесь, что? Дерево? Громче? Наоборот. А, ну да, дерево, совершенно справедливо, именно, правильно, который состоит, собственно, из файла файл, а это, собственно, его git id, вот это на самом деле, надо будет еще поднампись, но я думаю, что это оно. Вот. Ну, кстати, не вижу. Ну, конец точно. А, конец похожий, да. А, смотрите, какая хитрость. Смотрите, она, вот это является commit id, вот это является id объектом. 1a, 8d, b, b и так дальше, да. 1a, 8d, b, b. То есть, зачем еще? Смотрите, помните, это такая фишка, как из файловой системы сделать небольшую базочку данных. Вы берете от каждого вашего блаба хэштег, желательно большой, чтобы они не было клышей, и говорите, так, вот все, там, допустим, не знаю, там, все пакеты, начинающиеся на p, будут лежать в каталоге p. Все пакеты, начинающиеся там на x, будут лежать в каталоге x. Если вы берете хэштег, все хэши, начинающиеся на 1a, будут лежать в каталоге 1a. Ну, так вот, в каталоге 1a лежит файл, чей хэш является вот таким, вот мы даже можем, наверное, проверить этот факт. Да, вот он. Видите, да? Вот, но чтобы лишние два байтика не записывать, этот 1a в названии каталога, да, начиная с третьего, ну, второго байта имени файла, все тут. Ну, короче, это он, вы мне верите. Вот, значит, итак, в дереве у нас содержится список объектов, которые мы, собственно, добавили, и как они называются. А в коммите у нас содержится ссылка на дерево, и это действительно она, узнаете? 28, 73, 5, а, f, c, 27, 28, 73, 5, а, л-л-л-л-л-л. То есть мы говорим, вот это дерево является следствием нашего коммита, который мы описываем вот так. И там коммит-месточ какой-то. Заодно кто коммит-автор, кто коммитер, кто, ну, в общем, понятно. Заметьте, что автор и коммитер могут быть разными людьми. Это я, возможно, не сегодня, но объясню. Так, вопрос есть? Отдельная тема, собственно, ради которой планировалась наша сегодняшняя лекция, но вышла не так, это зачем нужны деревья при работе с репозиторием. Деревья нужны для двух вещей различных. Вещь первая, это когда вы, я об этом говорил на вводной лекции, разрабатываете несколько направлений в вашем проекте. Ну, скажем, один человек фиксит маги, другой человек пилит новую функциональность. Ну, обычно это делается все-таки в разных девелопмент-версиях, там, девел-версии и, допустим, тестинг-версии. Ну, бог его знает. В конце концов, если ваш проект маленький, совершенно необязательно вот плодить вот эти вот различные команды, которые одна пилит, значит, то, что девелопится, другая пилит то, что вот. Вот. Но, понятное дело, что если вы работаете над одним и тем же кодом, то очень велика вероятность, что вы захотите похакать один и тот же файл. Вероятность того, что вы хакаете один и тот же файл, одну и ту же строчку, она достаточно низкая. А вот то, что вы пытаетесь работать с одним и тем же файлом, вероятность довольно высокая. И для того, чтобы вы друг другу не мешали, особенно, помните, вот мы сейчас будем говорить про это, про дисциплину пушей, особенно в ситуации, когда вы хотите опубликовать свой код, вообще говоря, в этот момент он должен хорошо работать. Мы говорили, что каждый коммит, вообще говоря, должен не ухудшать код, но это не всегда возможно. Например, если вы что-то разрабатываете последовательно, вы добавляете какие-то функциональности, они еще не работают. А вот публикуемый код, желательно, это тот код, который будут у вас копировать, с которым будут работать ваши товарищи. Желательно, чтобы был работоспособный. А как совместить работу по двум разным направлениям, если у вас одновременно где-то фиксятся баги и, значит, какой код меняется, а другой человек добавляет функциональность? Вообще говоря, никак. Поэтому мы делаем две разные ветки разработки, которые растут из одного и того же корня. И в одной из них баги фиксятся, и вы дорабатываете один кусочек кода, а в другой из них идет какое-то развитие, вы дорабатываете другой кусочек кода. Потом, когда-нибудь, мы их сольем обратно. Эти две ветки получим, получим одну, в которой и то есть и другое. Вот. Что? Вы только что сказали, что это в принципе не очень реально. Это достаточно реально, потому что, если вдруг так получилось, что при доработке и при двух разработках параллельных какой-то коммит конфликтует с каким-то другим коммитом прям вот построчно, это означает, что в результате нужно эту конкретную строчку переделать обоим. Ну или вернее тому человеку, который занимается слиянием. Но поскольку у нас одно изменение, один коммит, таких коммитов будет либо очень мало, и это будет означать, что люди реально работали над разным. Либо очень много, и это будет означать, что кто-то из них сделал неправильную, лишнюю работу. То есть, фактически, это означает, что ручками не справятся? Что? Ручками, только ручками. Значит, в тех ситуациях, где конфликтуют прямо внутри одного и того же контекста коммиты, разумеется, с точкой ручками. Мы про это поговорим в следующий раз. Сейчас мы будем считать, что все наши коммиты в двух или n различных бранчах, они друг другу либо не мешают, либо не мешают. То есть, как бы радостно сливаются. И вторая причина использования веток, которая может возникнуть, даже если у вас никакой параллельной разработки нет. И это временный или постоянный, или там полувременный, полупостоянный откат к предыдущим версиям вашего репозитория. Смотрите, вот у нас есть репозитория, в которую я тут внезапно... Внезапно добавил... Еще не добавил, но создал в рабочей копии еще один файл, этот самый gitfump. Кстати, он должен называться gitdump, а не gitfump. О, сейчас мы его добавим. Сейчас скажу, как это делается. А, месседж, да? Вот у нас уже есть какая-то история разработки. Вот у нас есть какая-то история разработки. Сейчас мы что-нибудь туда еще запишем, ну, просто ради прикола. Ну, допустим, ну, не знаю, ну... Это был git. Да не git, а git. Вот, ну вот дописали одну строчку в файл. Подумаешь, проблема. Напоминаю, что минус a, минус m означает следующее. Если вы внесли исправление в какой-то имеющийся в репозитории файл, а не создали новый, то это исправление, этот файл автоматически... ...добавляется по ключу минус a. Ключик минус m означает, что вам не нужно запускать текстовый редактор для редактирования commit message, а можно этот commit message писать прямо так. Вот у нас есть прямо история. Теперь выясняется, что вот эта вот штука нам, в общем, не нужна. Вот этот commit оказался лишним. У нас есть как бы два пути. Путь первый. Давайте я его покажу. Он рискованный, да? Значит, запомним этот commit. Commit ID. Прям запомним. Не знаю. Запомним. Вот. И скажем, слушайте, это плохой, негодный commit. Мы откатим все назад. Git reset минус минус hard. Откатывает историю вашего репозитория и, соответственно, и рабочую копию вместе с ней на определенный commit ID. Можно выбрать commit ID. Обратите внимание на то, что для удобства показывается не вот эта вот вся, commit ID большой, а первая, а первая, сколько там, 7 цифр. Предположительно, у вас, если у вас проект не очень гигантский, у вас не будет совпадения commit ID. Даже на 7 цифр. Вот. И вы можете сделать что? Вы можете сказать git reset минус минус hard на какой-то из этих commit ID, или вы можете сказать, что отступим от текущей головы назад на один шаг. Это одно и то же. Вы можете сказать так, можете сказать так. Что при этом происходит? Git reset переставляет содержимое репозитория на вот это дерево, на этот commit, а минус минус hard зачищает еще и содержимое рабочей копии. То есть у вас теперь файлы полностью соответствуют тому, что было в прошлый раз, и вот вообще вся эта история. Тут приблигает чифли, ты говоришь, ты что натворил? Это очень годный commit, я самолично внес этот патч. Ну, верни, как было. Ты говоришь, куда верни? Все, вот история. Где? Вот. Все. А нет, не все. Мы запомнили вот этот вот commit ID, а среди файлов, среди объектов, он на самом деле есть. Смотрите. Ой. А, ну да. У него первое. Че, 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 че? Как это, как это, как это? Как это нету? Вот он. Вот он. Есть. Ну, потому что 5c это каталог, да, 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 вот, 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 сейчас, вот не 8, 9, а, там 5 потерялось в конце, вот. Да что ж такое-то? А, нет, 8, 9 надо было оставить. О-о-о, вот. Что это значит? Это значит, что на самом деле, пока этот объект еще лежит в репозитории, мы можем сказать, гид, гид, ресет, ну, вот этот самый ресет, минус-минус hard, чтобы нам все переписалось обратно, на вот этот commit ID, который мы запомнили или нашли среди объектов. И тут че-флиту спокойно убегает. Че-флиту тимлид. Вот, значит, к сожалению, вам никто не гарантирует, что не участвующие ни в какой истории объекта будут сохранены. Например, есть гидпэк, гидрепэк, который все это удаляет чертям собачьим. Вот, поэтому это был плохой способ, нехороший. А хороший способ, это использовать ветки для этой цели. Вы говорите, гид, чек-аут, нет, дед бранч сначала. Можно сказать, чек-аут минус B на самом деле, это будет упрощенный вариант, но давайте так. Гид бранч имя и бранча old. Получаем два бранча вместо одного. Мы сейчас, наша рабочая копия соответствует ветке мастер, а теперь у нас еще есть ветка old. Кстати сказать, бранчи это не объекты гита. Это состояние я, репозитория. Они вообще лежат совершенно в другом месте. Они лежат вот здесь. Гид, ревс. Вот они. И хедс. Вот они. Обратите внимание, что там как раз два хеда. Один называется мастер. И догадайтесь, что это такое. А вы знаете, потому что вот оно здесь же. Это commit ID того дерева. Это на самом деле, это commit ID или 3? Это commit ID. А вот мне кажется, что... Да, да, это commit ID. Совершенно справедливо. То есть, бранч. Это, собственно, такой референс на тот commit ID, под которым растет какая-то история. Сам commit ID будет указывать на дерево, а под деревом будет расти история. Вот. Значит, ну и все. Мы можем что сказать? Мы можем зачекаутиться в это самое дерево old. Что при этом будет? При этом у нас будет показано, что текущая рабочая копия соответствует дереву old. Вот. Ну и... Что хотим теперь с ним, то и делаем. Пожалуйста. В этом дереве у нас мы историю откатили. В мастере мы историю не откатили. То есть, если вам нужно что-то как-то покуролесить над вашим кодом, поискать ошибку. Про бисект мы будем говорить не сегодня. Есть гениальная штука, гид бисект. Вот. Совершенно гениальная. Поискать ошибку. Посмотреть состояние кода. Посмотреть, скажем, удаленный в процессе работы файл. Еще что-то сделать. Вы просто бранчите, откатываете на нужное место, попробуйте поприкладывать патчи какие-то чужие. Ну, короче, вот. Это что касается бранчей. Ух ты, черт. Тут какая-то бага. Ну, ладно, я потом поправлю. Значит, последнее, что я хотел рассказать про гид. У меня еще есть время. Немножко. Это работа с публичным репозиторием. Пока примитивная. Значит, самый простой способ работать с публичным репозиторием, ну, как бы, самый простой, это зайти на гитхабчик. Вот. И на этом гитхабчике создать какой-нибудь проект. Сейчас, надо sign in сказать. Так, ну, отстаньте от меня, знакомые лица. Короче говоря, взять какой-нибудь, где у меня репозитор. А, я знаю, тут надо не сюда пойти, а в репозитор. О, да, спасибо. Давно я не кликал в это место. А вот. Значит, ну, не знаю, тут есть что-нибудь на питоне? Вот там был Pygame. О, прямо Pygame. Ну, это старый Pygame, там еще не будет второй Python. Вообще, что-то было сверху. Вон, вон, с вас, вон, где? О, да, это с прошлого года, кстати, задание. Я же делал домашнее задание вместе со всеми. Кстати, кажется, не доделал. А, нет, доделал. Вот. Ну, кстати, не факт. Не помню. Хотя. Вот, а значит, ну, вот давайте его склонируем. ГГГ. Значит, самый простой способ. Это создать где-то репозиторий, ну, скажем, на гитхабчике и сказать ему гитхабчике. Все, все довольно просто. Обратите внимание на то, что склонировать публичный репозиторий можно безо всяких логинов паролей, но он же публичный. И там будет довольно, как бы, все, все довольно, 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 вот. Пре-пре-пре-прототайп. Короче, я ничего не сделал. Не сделал я ничего. Ну, кейс в этом году сделаю, хорошо. Вот. То есть он на самом деле не рабочий. Ну, не важно. Важно то, что есть какая-то история изменения, есть какая-то штука, есть даже какой-то модуль по сургену. Наверное, его-то я все-таки сделал. Да. Значит, не важно. И вот тут мы подходим к тому самому отличию распределенных систем контроля версий от централизованных. Это лично ваш репозиторий. Вот то, куда вы сейчас будете делать коммиты, это лично ваш репозиторий, и по идее никто не мешает вам работать столько, сколько вы хотите. Потом все это запушить, сейчас покажу, на сервер. И наблюдать результаты вашей работы. Говорите, ребята, я закончил работу, смотрите, у меня новая филиперсовая версия о моей прекрасной программе. Пользуйтесь ею, вносите изменения и вообще сотрудничайте со мной. Ну, даже не знаю, что тут такое. Даже не переведенная. Так, сделаем бессмысленное изменение, ну, по крайней мере, ну да. Это был git commit минус m. Что там? Вот, значит, когда я делаю commit, в случае, если я работаю с системой распределенной системы контроля версий, я ничего никуда не публикую. Именно поэтому мы можем делать много-много мелких коммитов, именно поэтому дальнейший мерш, дальнейшее слияние, это простая процедура, ну, как простая, условно простая процедура, потому что, скорее всего, над одним и тем же куском кода, решая одну и ту же задачу, люди работать не будут, если они договорились, разумеется. Если не договорились, все может быть. Есть, значит, проклоны я говорил. Теперь про push. Git push. Git push. Собственно, он пушит в тот репозиторий, который вы склонировали. Вот он сейчас будет у меня спрашивать логин и пароль. Ну, давай же. Только мы не видим, да? Ну, раньше такое было, да, помнится, в классах мы с этим страдали. А, слушайте. Я не понимаю. То есть раньше там надо было все позакрывать, и там где-то это окошечко возникало. О, вот оно, вот оно, зараза. Это штука все еще жива. А, это другая машина. Почему вы ее не убили? Потому что забыл. Ну, к сожалению, да, к сожалению, это такой неприятный момент, вот конкретно этого агента. На самом деле их там несколько разных, надо просто другой поставить. Значит, что теперь от нас спрашивают? От нас спрашивают пользователя, потому что, обратите внимание, пользователя-то я не вписал. Когда клонил, я не говорил, что это я. Да? Вот. И нам надо вписать пользователя туда, в эту штуку. Вот. Окей. И надо вписать пароль. И вот после этого только весь этот пуш пройдет. Ну, вот. Что при этом образуется? При этом образуется в том же самом точке git, образуется, сейчас скажу, должно быть, remote какой-нибудь. Да, refs, remote. Origin. Head. Нет. Сейчас, секунду, я забыл. А, просто в конфиге, извините. Вот. Вот в конфиге у вас образуются так называемые ремоуты. Ремоут это те другие места, где лежат репозитории. В частности, вот у вас есть ремоут под названием origin. Вот. Вот он указан, как тут с ним работать. Кстати, вот здесь, по-моему, можно написать что-то типа вот так. И тогда у вас будет на одну операцию меньше. Это имя пользователя, а пароль придется все равно вводить. Сейчас, давайте попробуем. А, только он скажет, что мне не надо ничего пушить, да? А, нет, вот он сказал. Вот. Видите, он уже не спрашивает. Он сейчас скажет, ничего пушить не надо. Everything up to date. Но спросить он меня спросил. Вот. Что наводит нас на мысль, на самом деле, о том, что пушить можно не только в свой репозиторий, или, вернее, так, не только в тот репозиторий, с которого склонировали. Пушить можно куда угодно, если у вас туда есть доступ. То есть вы можете команде git push указать куда. Да. Если есть какой-то большой консорс-проект, то git-клон, получая какую-то ветку, то есть если я какой-то левый пользователь, делаю git-клон, у него какие-то изменения, я хочу запушить, то пуш пойдет в мастер или какую-то другую ветку, потом мы согласовали. Не так и не так. Это ваш репозиторий. Вы делаете git-клон, вы должны организовать себе публичный репозиторий, куда вы будете пушить свой собственный. А потом связаться с хозяином того репозитория, откуда вы склонили, и сказать, вот мои коммиты, которые бы я тебе предлагаю. Способ этой связи и как это сделать, мы обсудим потом. Что? Меш-реквест. Да, это называется в случае гитхаба, это называется меш-реквест. Но совершенно не обязательно. Вы, например, можете просто писать электронное письмо, причем у гита есть прям встроенная поддержка, он прям генерирует само письмо. И даже посылает. Человек его получает, говорит, о, товарищ такой-то прислал мне собственные патчики. Сейчас мы их помержим и посмотрим, что получится. Или отклоним. Или отклоним, да. Совершенно справедливо. Вот. Значит, еще раз, вы можете на самом деле пушить не только в свой репозиторий, вернее, не только в тот, откуда вы забрали, но вообще куда угодно. У операции гитпуш есть параметр, есть параметр, пора заканчивать, параметр. Ну, они тут все необязательные. Вот, репозиторий. И в какую ветку еще можно даже сказать удаленную. Вот. Что это значит? Это значит, что на самом деле вы можете склонировать не только по HTTP или протоколу git, а, например, из соседнего файла. То есть вот у вас теперь два репозитория, паспорт-ген и PG. И вот в этом PG, обратите внимание, у вас, сейчас покажу, у вас в качестве оригина соседний каталог. Единственное, что я так думаю, что я не смогу по-человечески отсюда туда запушить. Знаете почему? Представьте себе, что вот у вас компьютер, да, вы склонировали какой-то репозиторий. В это время кто-то, например, вы, а может быть и не вы, а может быть и вы, в соседнем каталоге что-то делает. Вот в том, в исходном, в паспорт-гене. И вы туда начинаете мерзко пушить, у него все объекты обновляются. Если не мерзко, давайте попробуем. Значит, нам надо выключать одну нычку в настройках гита. Вот. Мы ее попробуем выключить, но прежде чем мы ее выключим, давайте мы лучше сделаем другое. Давайте мы лучше, я вам расскажу, как делать репозиторий вообще без рабочей копии. То есть если в вашем репозитории нет рабочей копии, то этой проблемы нету. Да, то есть у вас нету тех файлов, которые внезапно оказываются не такими, как в основном репозиторий. Потому что рабочей копии нет, есть только основной репозиторий. Туда можно пушить, оттуда можно пулить, но как бы вот в ситуацию конфликт вступить нельзя. Это называется bare репозиторий, то есть голый репозиторий без рабочей копии. И он выглядит в точности, как содержимое каталога .git. То есть если мы скажем, например, вот так вот. Сейчас, давайте мы это удалим. То теперь у нас, плохо я сказал. А, ну нет, почему? У нас есть репозиторий pg. Забудем пока про вот это, ладно? Будем считать, что у нас есть репозиторий pg. Выглядит он вот так. Узнаете эти каталоги, да? Это внутренность репозиторий git. Вот с этим репозиторием уже можно работать, как хотите. Например, сказать, клоун... Да блин, git, клоун. Тороплюсь. pg, pg1. Он уже будет нормальный, потому что мы не сказали точка баре. У него в точка git config будет написано, что у него pg является origin. Можете теперь сделать что угодно. Там, наша любимая, да? Сейчас, что у нас тут? Секунду. А, это другое, да? Вот так. Вот. И вот теперь вы можете смело говорить git push. Вот. Потому что, ну, потому что. Если вы сделаете git push из одного репозитория с рабочей копией в другой, вам гид нарисует большое полотенце, в котором напишет, какую конкретно настройку гита надо поменять, чтобы это можно было делать. Я не хочу сейчас в это вдаваться, потому что вот. Значит, тут есть еще одна тема, которую я, наверное, оставлю отдельно на отдельный кусочек лекции. И это работа с СССР-репозиториями, то есть доступ с одной машины на другую. Потому что там немножко надо рассказывать про СССР. Год назад, когда мы это делали на практике, половина народу ничего не поняла. Когда я это еще раз рассказал в следующий раз, поскольку эта половина народа уже не все поняла, она опять не все поняла, потому что я замусорил мозги в прошлый раз. Ну, в общем, надо сделать это аккуратно. Я не готов это делать аккуратно прямо сейчас. Мы имеете в виду, что доступ к репозиторию гита совершенно необязательно осуществляется по HTTP или по протоколу гит. Вы можете также это сделать между двумя своими компьютерами. И, соответственно, на одном из них у вас будет как бы публикация, то есть такое место, откуда все могут клонить. А на другом у вас как бы будет ваш репозиторий с рабочей копией, с которым вы работаете. Сейчас я посмотрю, но кажется, это все, что я хотел рассказать про гит на сегодня. Еще я хотел рассказать, что такое pool. Вот. Значит, push, как мы уже говорили, это просто обновляет. Мы берем и все объекты, которые лежат у нас в локальном репозитории, запихиваем в удаленный. А вот pool, это не просто вытащить объекты. Потому что помимо того, что мы вытаскиваем все объекты, которые есть в удаленном репозитории, мы еще должны понять, насколько те деревья, которые у нас, адекватны тем деревьям, которые в удаленном репозитории. Не сделали ли мы каких-то изменений помимо того, что есть в удаленном репозитории. То есть помимо операции fetch, которые просто стаскивают все объекты и складывают их в objects. Мы помним, что все объекты разные. И тот факт, что у вас эти объекты разные, позволяет вам тупо просто взять и тупо скопировать все, что есть в objects, в вашу удаленную репозиторию, к себе в каталог. К себе в репозиторию. Все объекты разные. Даже если ваши истории разошлись, та история, которая в удаленном репозитории, отлично приедет в виде набора каталогов сюда. И набора коммитишей, и набора 3, и набора всего. Что у вас не совпадет с удаленным репозиторием? Это деревья. У вас названия одинаковые, ссылка на коммиты разная. И вот у вас есть дерево, которое над одним коммитом, а в удаленном репозитории над другим. И эти коммиты где-то там сливаются. Ну, то есть истории где-то там пересекаются. Значит, вам нужно выполнять операцию merge. Сначала fetch, потом merge. Скачали все объекты, начинаем merge деревья. Про merge мы будем говорить совершенно отдельно, потому что это отдельная интересная процедура. Кстати сказать, если вы ведете параллельную разработку над двумя или несколькими ветками, а потом их сливаете, это тот же самый merge, вы берете и делаете из нескольких веток одну, говоря, давайте посмотрим, насколько наши коммиты отличаются, как их применится. У гита, значит, есть встроенный мозг, который позволяет отличать изменения, сделанные в различных контекстах, ну, в смысле, в разных местах одного и того же файла, от изменений, сделанных в одном и том же месте. Ну, и вообще всякие интересные методики. Про конфликты мы поговорим потом. Все. Значит, я сегодня утром принял решение, что я вам расскажу основу собитейного программирования не на основании библиотеки ТК Интер, которым это все убрано под капот, причем в довольно примитивной форме. Я расскажу про гораздо более примитивную штуку. Вот. Надеюсь, что успею. Значит, что такое собитейное программирование? Это такая, в общем-то, парадигма, когда у вас нет понятия последовательности действий. Помните, алгоритм – это последовательность действий, приводящих к достижению цели, бла-бла-бла-бла-бла, неформальное определение алгоритма. В случае сометийного программирования у вас нету четкой последовательности того, как выполняются те операторы, которые вы вписали в свою программу. Потому что оно предопределяет, с одной стороны, некоторую вселенную, в которой существуют actors, активные объекты. И вы пишете более или менее последовательные программы для каждого из объектов, а как они, эти программы, запускаются, в каком порядке, что они делают, определяется как раз свойствами вселенной. Во вселенной есть такие штуки, как события, и она умеет эти события объектам передавать. У каждого объекта есть несколько обработчиков событий, то есть даже программирование одного объекта, это не одна программа, а несколько разных, которые вызываются в случае, если это событие к ним приходит. Очень важным фактором, естественно, при событийном программировании является время. Потому что, собственно, все эти объекты как бы плавают, существуют в одном и том же времени, и событие может прийти одному объекту, может прийти другому. И фактически у вас есть совершенно два различных, когда вы работаете в событийной парадигме, у нас есть совершенно две различных задачи. Одна задача это написание вот этих обработчиков для ваших объектов, ну и, собственно, описание самих объектов. И совершенно другая задача это программирование самой вселенной, то есть устройство таким образом, чтобы эти события доставлялись, чтобы выбиралось, какому объекту они предназначены и так далее. Вот. При этом проблема номер один это насколько весь этот код выполняется асинхронно. При этом я сейчас говорю не параллельно, не одновременно сразу несколько программ, а именно что асинхронно. Вы не можете предсказать, планируя ваш событийный вот это вот поле, вы не можете предсказать, какой кусочек кода будет запущен первым. Потому что какое событие произойдет с каким объектом, тот и будет запущен первым. Асинхронность в этом смысле. При этом это совершенно не обязательно должна быть параллельность и даже, я бы сказал, в большинстве вот таких вот фреймворков параллельность не поддерживается, потому что поддержка параллельности, ну скажем, в питоне нескольких программ, это довольно тяжелая штука. и, ну кто из вас программировал с трэдами, тот знает, насколько все это весело и вот. В питоне, кажется, трэдов нет вообще. Вот отдельные процессы есть, трэдов нет. Вот. И на самом деле программирование вселенной это настолько нетривиальная вещь, что в большинстве работающих асинхронных этих самых событийных парадигм вселенной вам предоставляется. То есть что-то, что порождает события и раскидывает их по объектам является частью того, внутри чего вы программируете. Вселенную вы не программируете, как правило, программируете только объекты и их события. Для того, чтобы понять, как это сделано изнутри, в качестве примера приведу фреймворк, который называется PGI. Предназначен для написания двумерных и немножко трехмерных игр. Фактически он является просто оберткой вокруг очень древней библиотеки для написания игр, которые называются SDL. Более того, сейчас есть даже новая версия от SDL, которая называется SDL 2, но факт остается фактом. Всякие мелкие игрушки на питоне, которые надо написать за день, за два, за неделю, пишутся на PGI. Есть даже целое соревнование на эту тему ежегодное. Напиши за неделю на PGI что-нибудь офигительное. В случае PGI вся эта мной объявленная теория превращается в очень-очень простую и тупую практику. у нас нету вообще никаких объектов, вы будете создавать сами. У вас есть единственная вселенная, в которую приезжают представленные прямоугольником на экране, в которую приезжают события довольно ограниченного вида. Это события от мыши, события от клавиатуры, а также события, связанные с потерей фокуса, приемом фокуса, вот этого всего. Собственно, минимальная программа на PGI вылет так. Мы начинаем работать с PGI, мы создаем графический экранчик, что-то тут мало, вот, и мы вынимаем из потока событий очередное событие, функция wait спит на, вот, она спит до тех пор, пока в PGI не придет очередное событие, которое означает что-нибудь. Значит, как это выглядит? Давайте мы это скопипастим, это совсем короткая программа, что-то народ стал уходить, неинтересно им, что ли. так. Ну, хорошо. Выглядит примерно так. Вот смотрите, обратите внимание, что нашему окошку сразу приехало событие, пропал фокус. потому что мышь у нас не здесь. Вот я сейчас приведу мышь туда, оп, ой, вот, пропал фокус, сейчас я попробую очень аккуратно, о, появился фокус, видите, Jane 1. А дальше идет событие типа mouse motion. У нас мышка ездит по всему экрану и каждый раз, когда до этого доходит дело, нам приезжает событие mouse motion. если я нажимаю кнопочку mouse button up, mouse button down, вот, обратите внимание на нумерацию, первая кнопка, третья кнопка, колесо, вторая, пород колеса, четвертая и пятая. Если я нажимаю на клавиатуру, проезжает какая-то клавиша, причем она может быть, у нее может быть и ASCII значение, да, видите, в смысле Unicode и какой-то скан-код страшный. ну, в общем, такое. На этом вся событийность, в общем-то, заканчивается. Ать, 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 ну, хорошо, давайте ее прибьем обычным способом, Ctrl-C, и... Тоже нет? О-о-о, вот это убил, так убил. Вот. Значит, на этом, собственно, вся событийность заканчивается, потому что, потому что все. Для вас организовали так называемый Main Loop. Main Loop это один большой цикл, в который приезжают вообще все события. И это ваша задача, как программиста, определить по каким-то признакам, кому из ваших объектов эти события предназначаются, возможно, обработать содержимое этого события. Ну, например, мы сегодня на практикуме видели, что в ТК-Интере меняются координаты, то есть там приезжает событие с координатами в рамках окна, а когда оно передается окну внутри, там координаты относительные будут. Вот. Возможно, как-то модифицировать его, и дальше как-то вызвать обработчик с этой точки зрения. Да? То есть до тех пор, пока вы сами не смоделируете вот этот объектный мир, в котором есть объекты, получающие события, все это будет проходить просто через этот main loop. Ну, давайте, вот тут более толстая программа, я сейчас ее, даже не знаю, ее копипастить, это вы нифига не поймете, просто потому, что много. давайте мы эту модифицируем. Вот. давайте мы эту модифицируем. Для начала мы сделаем вместо event weight мы сделаем evs равняется pdm event .get. Что возвращает, как вы думаете, что возвращает event .get. Как ни странно, неправильно, потому что за это время, пока вы тут тормозили, могло произойти их несколько, поэтому она возвращает список событий. В остальном вся та же самая фигня, print, допустим, e, да, вот, а заодно, давайте мы не так сделаем, e.type, чтобы было проще. Вот. Если я сейчас напишу что-то типа print kuku, то у нас весь экран заспамится этими kuku, потому что, как вы видите, если предыдущий цикл у меня спал на event weight, это цикл бесконечный, который бесконечно грузит процессор. Да? Вот это вот, вы думаете, что оно стоит, а на самом деле оно 20. На самом деле оно спамит в огромном количестве. Вот. Пока что потерпим. В самом конце лекции я постараюсь успеть рассказать, как с этим бороться. Потому что понятно, что event weight, если вы делаете, то пока вы его вытете, ваша программа в этом самом event weight спит. У нас никакой параллелизма нету. Значит, если вы пишете программу, которая хочет что-то делать, weight это не ваша тема. В то время, пока пользователь ничего не делает. Не знаю, там спрайчики двигаются. Кстати, в P-game есть прямо спрайчики. Вот. С автоматическим определением коллизий, например. Удобная штука. Вот. Значит, ну для начала давайте уберем ку-ку, фигнемся стопроцентными цепу, у нас, я думаю, ядер больше одного. Вот видите, тип событий это просто число. Ааааа. Ща. Тудыш. Нет? Нет? Никак? Ой, это я его собрал. Короче, все-таки нам надо обработать это событие, да? Так, if e.type равняется game, что? Да, блин, pgm.quid break. немножко извращенно, но именно так это и выглядит в реал-лайфе. Смотрите, что происходит. Если я, что? Теперь он сводится. Ну и пускай не выводится, зато у меня будет закрываться окно. Значит, если у меня событие это quid, то мы выходим из цикла, который бродит по событиям, значит мы выходим не по брейку, значит мы попадаем сюда, значит мы выходим из цикла, который в ltrue. Если же мы не вышли по брейку, значит мы попадаем вот в эту секцию и здесь мы можем делать что-нибудь. Например, здесь можно написать print e. e в z, поскольку мы вышли из цикла. Вот видите, он тут пустой, а когда что-то происходит, в нем печатается, видите, там промаргивает. Зато он будет выходить в o. Да. Окей. Давайте дальше писать, какие-нибудь обработчики. if, допустим, что там? И в чего? e-type e.type равняется pgame.mousebuttendown mousebuttendown кто же такое придумал-то, ну вот, что-нибудь будем делать. Давайте рисовать квадратик. Значит, это у нас screen, screen.fill, fill, screen, ну, ну, screen. Здесь какой-нибудь сделаем случайный цвет. Как сделать случайный цвет? это не так просто. Сейчас сделаем. Значит, во-первых, во-первых, from random import run import import сейчас import run dint, да, во-вторых, здесь давай return return run dint ну, скажем, от 100 до 256 запятая и так три раза. Да, rgb же. вот. Ну, просто, чтобы это в код не вставлять, значит, screen.fill, fill, боюсь соврать, почему от 100? Чтобы не был слишком темненьким. Исключительно ради этого. Чтобы они были красивого и задорного цвета. Не получится. А прям хотите? А я не люблю. Я люблю зеленый. Давайте вот так. Сделаем компромисс. Значит, давайте почитаем ман, потому что я, честно, я честно наизусть не помню ничего. Только это news, а мне нужен docs. Вот. И есть там где-то, где-то что-то нет. Нет. там сначала информационная страница. А через некоторое время редирект, да, так и есть. Там так и написано, что через несколько секунд редирект. А зачем вам читать информационную страницу, когда вам нужно на сайте, на самом деле. Surface. Surface. Fill, по-моему, так. Вот. Вот эту функцию хочу использовать. Первый параметр цвет, второй параметр прямоугольник. Очень хорошо. Очень хорошо. Так, fill. Ну, допустим, цвет у нас мы решили, что это будет rent-color. А прямоугольник, ну, будет, соответственно, p-game. Обратите внимание, что, поскольку мы, в принципе, имеем дело с движущимися кусочками экрана, ну, вот этого графического, то понятие прямоугольника обретает очень важную такую тему, потому что мы и коллизии определяем по пересечению прямоугольников, и наложение окон определяем по пересечению прямоугольников, так что в p-game реализована целая небольшая такая маленькая алгебра этих прямоугольников, вот, для удобства. Я даже чуть-чуть ею воспользуюсь. Значит, нам нужно создать прямоугольник, мы говорим, что это будет прямоугольник от e.pos, то есть от начала того места, куда мышка приехала, до, ну, допустим, ну, не знаю, давайте мы сдадим тут size, cz, равняется, ну, не знаю, там 100-100, не, 100-100 много, да, это 50-50, 50-80, вот, наоборот, 80-50, не знаю, моё эстетическое чутьё, значит, и тогда будет просто POS, cz, так, между тем, на самом деле, нам нужно ещё, если мы делаем что-то с экраном, нам нужно ещё что-то, как-то его, говорить, дорогой PGame, нарисуй его, это надо писать вот так, PGame.display.flip, вот, идея стоит в том, что, название этой функции стоит в том, что там используется double buffering, и вы рисуете на одном кусочке, а потом говорите flip, и он его выводит на экран. То есть, вы можете набросать туда с большой скоростью много разного, потом сказать flip, это много разного появится в очередном кадре. Это, опять-таки, всё терминология вот этой самой библиотечки SDL, которая предназначалась для написания двумерных игрушек под DOS, поэтому ничего удивительного, что она такая. А если я напишу много разного, и потом не померяю к одному? Всё, что вы написали, отражается на втором плане, а когда вы говорите flip, появляется на первом. Оно рисует, ну, что такое double buffering, вы не знаете? Значит, двойной буфер, это когда у вас есть графический экран, и ещё такое же место в памяти, такое же, на котором вы рисуете, а потом говорите, покажи, и он перемещается сюда. Машграфт на этом можно сделать? Можно, Машграфт на этом можно сделать, но как только вы упрётесь в просчёт трёхмерки, хотя, OpenGL вперёд, можно, Машграфт можно на этом сделать. Значит, ну вот, как вы видите, довольно, довольно уже такое получается, волшебное такое, что я сделал? Чё-чё-чё? Чё-то вставилось. Вот. Довольно получается уже такая, ну, интерактивненькая штучка. Да? Правда, она больше ничего не умеет. Вернись, ты где? И закрываться умеет, смотрите, как хорошо. Вот. Собственно, ради чего всю эту мутатень я затеял? Я её затеял ради того, чтобы показать, как раздавать события. Предположим, у нас есть, слушайте, давайте я покажу, давайте вы зацените этот код, если он очень страшный, я попытаюсь его написать в онлайне. Просто у нас время поджимает. Сейчас я покажу его. Вот он, этот код. Давайте на него поглядим. Может быть, чтение его не так удобно, как написание в онлайне, но мне что-то кажется, что оставшиеся 14 минут я хочу потратить на две темы. Значит, смотрите, у нас будет список так называемых окон, а окнами у нас будет сейчас являться исключительно, плохо видно? Давайте я его скопипащу в... Сейчас, сейчас, нет, я в редактор скопипащу, и мы посмотрим на это в редакторе. О! Так, сейчас я верну, как было. Вот так было, да? Вот. Значит, смотрите, вот этот код. Чем он отличается от того, что я наделал? Да, собственно, ничем. Я забыл сделать рандколор, и поэтому у меня вот тут вся вот эта вот мутотень прямо здесь. Не пугайтесь ее, это случайный цвет. У нас есть некий список окон, называемый Windows. И идентификатор окна, который мы добавляем. Когда мы добавляем окно, нажимая на третью кнопочку, правую кнопку мыши, видите? E.button равняется 3. Когда мы добавляем окно, нажимая на правую кнопку мыши, у нас, ну, выбирается случайный цвет, и в наш список окон добавляется очередное окно с очередным номером, который потом увеличится, то есть 0, 1, 2, 3, цветом, ну, и прямоугольником, который она занимает. То есть каждый раз, когда мы нажимаем правой мышкой на кнопочку правой мышки на нашем, на нашем этом самом, у нас добавляется очередной окошечек. Идея состоит в том, чтобы, если у нас событие другого типа, пройтись по нашему списку окон, причем пройтись, начиная с верхнего, видите, реверсит, потому что, если, например, у меня два окна наложились, и я нажал мышку в то место, где это наложение, какое должно из них получить событие? Верхнее. То есть, грубо говоря, последнее добавленное. Вот это. Или же мы их должны хранить в обратном порядке и добавлять, подсовывать в ноль. Да, это без разницы. В данном случае я поленился, написал реверсит. Что мы делаем? Мы проходим список окон, в которых там по три элемента. Если наше событие вообще имело атрибут POS, то есть, если это событие связано с локацией на экране, что мы должны выяснять, какому окну оно достанется, то мы проверяем, обратите внимание, алгебра прямоугольников. Принадлежит ли точка прямоугольнику конкретному, тому самому, из которого наше окно состоит. И если да, то, значит, это событие пришло к этому окну. Это место понятно? Есть вопросы сюда? Но это еще не все. Представьте себе, что окно можно удалять. Что мы должны сделать? Мы должны сделать, как-то перерисовать вот эту всю картинку на экране. Истинно, работа с такого рода фреймворками состоит в том, что каждый раз, когда вы уваливаетесь вот сюда, в скринфлип, вы должны создавать новую картинку вашей вселенной. Заново, всю. Возможно, у вас есть какой-то кэш, из которого вы присоздаёте. Например, вы определяете, какие прямоугольники на экране изменились, какие нет. Но это уже оптимизация. То есть, что я делаю? Заполняю всё нулём и заново рисую все окошки. И это, вообще говоря, норма для подобного рода фреймворков. Каждый кадр вы рисуете заново, либо используя какие-то тайные знания, какие кусочки кадра можно не рисовать, либо вот как я, заливаем чёрным и заново рисуем. Они там, да, то есть у вас будет вся история того, что вы нарисовали на экране валяться. Это, конечно, прикольно, но это, в общем, не то, что мы хотим. Вот. Собственно, это вторая фишка, которую я хотел показать пропагейм. Если успею, покажу ещё две, если нет, только одну. Понятен, да? Значит, мы каждый раз, когда мы проваливаемся на вот этот обработок, когда у нас никаких событий нет, мы все события обработали, мы должны, ну, если вы поищете на сайте Unix, там был курс, который прямо пропагейм был, и там было написано, как игры строятся, ну, примитивнейшие. Там более сложные алгоритмы, у вас должно быть сначала обработка событий объектов, потом сами объекты должны проявлять активность, потому что, например, они могут бегать, жрать друг другу, и вот такое, да? Потом Вселенная должна проявлять активность, ну, например, рисовать взрыв или что-то такое делать, или там у неё, там, не знаю, задник колышется, ещё что-то, потом вы перерисовываете портрет Вселенной, который вы должны показать, и потом его показываете. Вот такой примерный алгоритм. Вот. Ну вот, выглядит это довольно забавно, в том смысле, что, опять я не ту кнопочку нажал, а, нет, ту. Нажимаю правую кнопку, оп, оп, оп. Нажимаю левую кнопку, ничего, а, понятно, совсем ничего, не туда, сейчас, вот, а, нет, вот оно, чёрт, там просто запустился, запустился, и к стенам для обработки, давайте мы не так сделаем, а вот так вот. Вот. Сейчас у нас, видите, события относятся к базовому рутовому окну. Создаю несколько окошек. Веду мышкой, обратите внимание, что сейчас будет в конце приписано, к какому окну они с точки зрения моей программы относятся. К третьему, всё ещё к третьему, ко второму, к первому, к нулевому, к четвёртому. Вот. Собственно, в этом и есть смысл программирования вселенной. Примерно так, только гораздо сложнее, да, устроены всевозможные событийные фреймворки. У вас есть Мейнлуп, Мейнлуп содержит список каких-то объектов, и он по какому-то принципу выясняет, кому из ваших объектов предназначается событие, а если у этот, этот объект не просто квадратик, а прям целый класс, у которого есть обработчик, дёргает именно этот обработчик. Говорит, чувак, тебя кликнули. Человек говорит, я покраснею сейчас, и краснеет. Вопросы. Есть две проблемы, одна маленькая, про которую я только упомяну, другая чуть побольше, про которую я постараюсь успеть рассказывать. Проблема маленькая, состоит в том, что мы здесь проверили, мы здесь проверили, что конкретный клик, или не так, конкретное событие с нашей игровой вселенной, имеет атрибут POS, и мы точно можем сказать, к какой точке оно относится, и на этом основании мы можем выяснить, какому окну, какому объекту это событие предназначалось. Вопрос, а если я нажал на пробел, какому объекту это предназначалось? Да. У него нету атрибута POS. Оно есть, оно приехало, оно называется KPREST, дальше. Что? К какому объекту оно предназначается? Вот мы сейчас выясняем, к какому объекту предназначается клик. Мы это делаем, потому что мы кликаем, когда у нас приезжает атрибут POS у события. С объектом не можем быть события. Сейчас давайте посмотрим, но его там нету, я верю в это. На самом деле я не просто верю в это, когда я писал эту программу, я сначала не делал этого. Вон, нету. Это на самом деле тупой вопрос, я умных вопросов не задаю, а если задаю, предупреждаю. А если мы хотим, чтобы оно предназначалось какому-то объекту? Окей, а как это сделано в тех оконных системах, которыми вы пользуетесь? Общий термин называется фокус, фокус ввода. Для оконных систем, которые, собственно, оконные системы, есть такое абсолютно синтетическое, не связанное вообще ни с чем понятие, называемое фокус. И вы говорите, что фокус сейчас имеет объект номер 3, поэтому, когда мы будем нажимать кнопочки на клавиатуре, внезапно события от кнопочек будут приезжать объекту номер 3. А потом вы определяете правила перемещения фокуса и говорите, а теперь фокус там предложит рутовому окну, а теперь он приезжает объекту номер 2. Да. А вторая проблема более интересная. Помните, у нас был, вот здесь вот был принт ку-ку, и этот принт ку-ку был бесконечный. написанная таким образом программа жрет 100% ЦПУ. Может быть, чуть больше. Ну, если еще отрисовка, там, выжирают кусок другого ядра. Вот. Потому что большую часть своего времени она производит, проводит в вот этом мейнлупе, который, ну, просто крутясь в нем, получая вот здесь вот пустой набор событий. Как из этого дела выходят ну, игростроители? В вашей игровой вселенной, если вы проектируете игру, есть понятие тика, одного тика вселенной. Все события случаются не чаще, вернее так, обрабатываются не чаще, чем раз в тик. В принципе, они могут обрабатываться вообще в реалтайме. События. Да, там, вот мышку двигаете, у вас может это все обрабатываться. А вот активность ваших экторов, ваших участников, ваших объектов проявляется только раз в тик. То есть, до того, как тик, пока тик не истек, вы можете ничего не делать смело, если у вас не запланировано никаких действий. Когда случился очередной тик, вы говорите, так, сейчас мы посмотрим. Вот у нас есть пуля, за этот тик она пролетела столько-то кусочков игрового пространства. Надо перерисовать. Вот у нас есть задник, за этот тик у него случился один кадр анимации. Надо перерисовать. Вот у нас есть плеер, он на самом деле от пули убегал, и поэтому у него, значит, за этот тик случилось перемещение по тому вектору скорости, который у него был. Надо перерисовать. Перерисовывая. Ждем целый тик. Никто ничего не делает. Плеер оцепенел над клавиатурой, пуля летит, плеер бежит. На следующем тике вы опять говорите, пуля переместилась настолько-то, плеер переместился настолько-то. Больше никто ничего не делал. Ждем целый тик. Выясняется, что с помощью специальной арифметики алгебры прямоугольников, что пуля воткнулась в плеера. И это значит, что надо нарисовать кровь, кишки, вот это все. Обращаю ваше внимание, при этом никакого интерактива с плеером не было, он оцепенел над клавиатурой, просто прошел очередной тик, и в результате этого очередного тика случилось некоторое что-то, что должно обработать наша игровая вселенная. Во все промежутки между тиками вы обрабатываете события столько- сколько успеете. Должны успеть по-хорошему. Если нет, получится замедление игры. А вот если вы успели, дальше говорите, все, я жду следующего тика. И тут есть два подхода, один из которых я уже не успеваю рассказать, потому что у нас время выходит. Именно этот подход обычно излагается почему-то почему-то обычно излагается в инструментах по пигейму таких вот для детишек. Это подход, который говорит, что мы запускаем таймер, и через таймер, на следующем таймере мы как бы, ну скажем так, мы сделали все, что хотели, а потом говорим, слушайте, вот у нас был начало нашего тика, мы сделали все, что хотели, в этом месте мы подождем столько времени, сколько есть до конца нашего тика. Подождем, в это время все отдыхают, цепу остывает, а когда мы дождались, мы идем дальше. Чем мне эта картина не нравится? Мне эта картина не нравится тем, что тем самым вы, как это правильно сказать, да не то, что вы простаиваете, вы завязываете на какую-то сложную арифметику, вычисление, когда должен произойти следующий тик, вот это все. На самом деле есть способ проще. Я, видимо, совсем не успеваю вот эту программу модифицировать, поэтому оставлю ее как есть, а просто скопипающую из лекции примерчик, который короткий, вот он. Сейчас попробуем, возьмем более старую программу. Что? Да, без разницы. Вот, смотрите, вот здесь вот event get, да, это означает, что он будет тут бесконечно куковать. Давайте мы вместо этого поставим сюда таймер, только pgame. Вот. тайм-аут у нас, ну скажем, что-то я не понял, а это так делается? Сейчас, секунду, давайте почитаем документацию, потому что я думал, что это делается сложнее. Где тут документация по тайму? set-таймер. Set-таймер. Да, смотрите, именно так это и делается. Спасибо ребятам из pgame, все просто как, ну скажем, там в чем оно измеряется, извините? В миллисекундах. То есть, если я поставлю, скажем, 500, это будет полсекунды. Это очень большой тик, на самом деле, конечно, делают гораздо меньше, но тем не менее. Я просто хотел сделать, чтобы еще нас эти окошки слегка перемещались, но не успел. Значит, смотрите, после этого мы можем смело здесь писать event.wait, потому что если даже мы ничего не делаем, два раза в секунду будет происходить юзер-эвент. Вот мы можем поменять event.get, который получает пустое событие, на обычный event.wait, который получает следующее событие. Давайте посмотрим, он одно событие получает или много. Event. Event. Wait. Одно. Мы даже тем самым слегка упростим наш цикл. Смотрите. Теперь мы можем писать event.wait. Это у нас будет просто e. Фигню эту убираем. Эту фигню тоже убираем. Эту фигню тоже убираем. Эту фигню тоже убираем. Вот. Получаем вот такую красивую штуку. И давайте здесь напишем еще наш принт волшебный. Print.e. у user event, потому что по game user event. По game user event. Этих user event там, по-моему, четыре, так что когда я делаю событие, которое нужно обрабатывать в условном реалтайме, оно обрабатывается в условном реалтайме. Когда я делаю событие, которое символизирует наступление очередного игрового тика, оно наступает тогда, когда я... Единственная ваша задача, чтобы за один тик вы успели сделать все, что нужно сделать с вашей вселенной. Если не успели, вы пропускаете этот ивент. Да нет, он просто наступает в следующий раз. То есть вы все сделали, зашли на вход, а там уже приехал ивент. Ну, вы его обрабатываете. Вот и все. То есть в этом смысле проблем никаких. Вот. То есть два варианта. Либо вы запускаете тик, отрабатываете все, что надо, ждете его конца, идете дальше, либо вы просто по таймеру его туда вбрасываете и все. Значит, домашнее задание. Взять вот этот код, не этот, не этот, извините, не этот, вот этот, вот этот код и доработать его до того, чтобы можно было использовать таймер, то есть чтобы эти штуки сделать был не ивент get, а ивент wait и таймер. так, как я показывал, вот, и сделать одну довольно простую, но надо догадаться, как это сделать, штуку, чтобы когда вы зажимаете кнопку внутри окна, у вас начиналась рисовать по нему линия резиновая, прямая. то есть точка нажатия закрепляется, потом вы бросаете, она рисуется, но чтобы это происходило только в рамках окна, если вы выходите за пределы окна, ну, не знаю, чтобы она, например, бросалась, вот, то есть вот эта рисовалка должна только внутри окна работать. если кому-то непонятно, я здесь напишу, хотя тут вроде написано, а, тут надо написать слово прямая, вот. Собственно, все, вопросы. Значит, обратите внимание, что и прошлое, и нынешнее домашнее задание нужно будет в скором времени куда-нибудь опубликовать, и это будет проверяться, по крайней мере, у той группы, у которой есть практика. Вот. Для всех остальных это, ну, как? Упражняйтесь. Вы можете принять решение о том, что ваш проект будет на ПГМе. Не самое, я бы сказал, унылое занятие программировать на ПГМе. Не самое веселое, но не самое унылое. Вопросы? Все, тогда спасибо.